Гиперборея В древнегреческой мифологии на следующей ей традиции это легендарная северная страна, место обитания блаженного народа гипербореев. Гипербореи В античных источниках приводятся различные версии происхождения гипербореев. Согласно Фюренику, гипербореи выросли из крови древнейших титанов. По Фанадему свое название они получили от некоего афинянина гиперборея. Фила Стефан говорит, что гипербореей был фессалийцем, а другие производят их от пелазга гиперборея, сына Фаране и Перемелой, дочери Иола. О гипербореях говорилось в поэме Семеродосского «Аполлон» по Мносею Паттерскому. Они ныне называются дельфами. В страну гипербореев время от времени отправляется сам Аполлон на колесницы, запряженный лебедями, чтобы в урочное время летние жары возвратиться в дельфы. Об этом упоминает Алкей в гимне Аполлону. Гиперборея наряду с эфиопами, фиаками, лотофагами относится к числу народов, близких к богам и любимых ими. Также, как их покровитель Аполлон, гиперборея художественно одарены. Блаженная жизнь сопровождается у гипербореев песнями, танцами, музыкой и перами. Вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа, жрецов и слуг Аполлона. Геракл принес оливу от гипербореев и истоков острова Олимпию. Согласно Диодору Сицилийскому, гиперборея в гимнах непрестанно воспевает Аполлона, когда он является к ним через каждые 19 лет. Даже смерть приходит к гипербореям как избавление не от пресыщения жизнью и они, испытав все наслаждение, бросаются в море. Ряд легенд связан с приношением гипербореями первого урожая на Делос к Аполлону. После того, как девушки, посланные с дарами, не вернулись с Делоса, гипербореи стали оставлять дары на границе соседней страны, откуда их постепенно переносили другие народы, вплоть до самого Делоса. Мудрецы и служители Аполлона Борис и Аристи, обучившие греков, считались выходцами из страны гипербореев. Эти герои рассматриваются как апостаси Аполлона, так как они владели древними фетишистскими символами Бога, а также обучали и наделяли людей новыми культурными ценностями. Древнеримский ученый Плиний-старший в своей естественной истории писал о гипербореях следующее. Локализация В исторической науке миф о гипербореях считается частным случаем характерных для самых разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишенным конкретной исторической подосновы. Гиперборея посвящена немало литературы, в основном паранаучного или оккультного толка. Различные авторы локализуют гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове, высказывались предположения, что гиперборея располагалась на ныне затонувшем острове Северного Ледовитого океана. Часть гипербореи нанесена на карту Лемурии в книге «Лемурия и сезнувший континент» Уильяма Скотта Эллиата, согласно Ч. Джина Раджадаси. Географические карты Лемурии и Атлантиды, которые Скотт Эллиат опубликовал в книгах «Лемурия и сезнувший континент» и «Истории Атлантиды», были скопированы Чарльзом Лидбитером с оригиналов из Тибетского оккультного музея Махатам.